Друзья мои, всем привет, всем огромный привет! Ну что ж, у нас с вами сегодня очередной обзор на канал Ольга Уралочка. Да, знаю, что меня давно не было, наверное, пару месяцев точно я не снимала ролики на данную героиню. Друзья мои, но я вышла в любом случае не просто так, потому что многие писали мне как в комментарии на ютубе, так и даже в личные сообщения с просьбой «Галя, продолжай снимать на Уралочку, у тебя получаются очень интересные искрометные обзоры». Ребят, вы знаете, вот правда, не обижайтесь, но бывают такие моменты, когда блогер просто устает, да, обзорчик в данном случае устал от своих, так скажем, героев, от своих подопечных. И такое тоже бывает, когда я понимала прекрасно, что я буквально вымучиваю того или иного блогера, мне кажется, в этот момент стоит взять некую паузу, так скажем, передышку. И вот, вы знаете, вчера я все-таки решилась посмотреть, что же там у Уралочки спустя, наверное, два месяца моего отсутствия, да, по просмотру данной персоны. И могу сказать, что последний их ролик меня знатно повеселил, поэтому я с легкостью, как всегда, сделала обзор на Уралочку. Я люблю, когда мои обзоры заходят мне самой очень-очень легко. Ну что ж, мои хорошие, в общем, поехали по Уралочке. Кстати, кстати, новость, которая у меня появилась, у меня появился новый обзорный канал, который называется «Галинка-малинка-2-обзоры». Ссылочку на этот канал я закреплю в комментариях, там у меня обзоры и на Поберуху, и на «Мы родились в Сибири», и на канал «Фрика Юли Стар», ну и, конечно же, туда я буду выкладывать многие свои остальные обзоры. Возможно, этот мой новый канал и станет моим каналом, где я буду выкладывать абсолютно все свои обзоры. В общем, ссылку на новый канал закреплю в комментариях, вы не забывайте заходить и подписываться. Ну а мы с вами поехали по Ольге-Уралочке, по дороге с облаками, еле переваливаясь, идет наша красопета Лёля-Уралочка. Да, друзья мои, хотела сказать, что встали рано, ну, в общем, Олечка говорит, ой, у нас р-раннее, хотела она сказать утро, но тут же сама осеклась, потому что поняла, что 9 утра – это явно не раннее утро, но, опять же, для них, учитывая, что у них одна работа – это Ютуб, да, 9 утра – это действительно раннее утро. Видимо, в такую рань они вставать не привыкли, не привыкли просыпаться, но единственное, что наши герои сейчас находятся на даче, и, соответственно, на даче жарко, и, понятное дело, чем раньше встанешь, тем быстрее можно переделать все дела до самого-самого пекла. Говорит, ой, не обращайте внимания, я еще себя не успела в порядок привести. Знаете, ребят, меня все время удивляют и поражают такие блогеры, которые выскочат все, знаете, вот как всклокоченные непонятно как, волосы на бекрень, выглядят черти как, да, и сбоку бантик, и начинают рассказывать о том, что не обращайте внимания, я еще не успела себя в порядок привести. Блин, а не судьба выйти уже к своему зрителю, да, в нормальном божеском виде, приведя себя в порядок, умывшись. Она говорит, я еще даже не умывалась, вот меня это просто удивляет. Знаете, мне кажется, это, в первую очередь, неуважение не только к самому себе, но еще и плюс к своему зрителю. Все-таки, все-таки, знаете, есть, конечно, категория женщин, ну, маленькая такая категория женщин, которым, возможно, не нужно даже приводить себя в порядок, они всегда красивые. Ну, в общем, да, видимо, Оля Уралочка считает, что она как раз-таки относится к данной категории женщин. Далее, далее Сафарка выскочил из домика и давай что-то там щелкать, какую-то там мошку убирать, на что ему Олечка говорит, да нет тут никаких мурашек. А тут ей ответил такой, знаете, увесистый комплимент, мол, надень очки, а то ты нифига не видишь. Да, да, друзья мои, мы прям с вами завидуем, вот сразу видна любовь Сафарика к Олечке прямо невооруженным глазом. Ну, а затем Олечка решила поставить нас в известность, что, мол, она уже умылась, ну, слава богу, переоделась, но, мол, еще не успела даже покраситься, подкраситься, вернее. И тут Сафарка выдал, а меня, говорит, мол, мама и так родила красивым, мне и делать ничего абсолютно не надо. Сафари, какой ты умочка, вот прям пять баллов. Комплиментами с утра пораньше осыпал, засыпал свою любимую девочку, да, с ног до головы, я бы даже сказала. То обозвал ее практически слепухой, который посоветовал натянуть на себя очки, то назвал ее практически страшко страшной, да, сделав акцент на том, что он, мол, и так красивый и без всякой косметики, да, ну, а ей надо бы привести себя в порядок. Ну, а если, друзья мои, вы знаете, вот честно следовать поговорке, что мужчина должен быть чуть красивее обезьяны, то да, здесь вопросов к Сафарику у меня нет абсолютно. А вообще, ребят, вы знаете, я, если честно, поражаюсь вот этой вот сладкой парочке. У них самомнение просто прет через край. Один считает себя просто неземным красавцем, да, Ну, и другая, другая вообще считает себя, видимо, самой, знаете, такой женщиной-женщиной вамп, просто красоткой. Вот хочется порой таким людям сказать, вы вообще почаще на себя заглядывайте в зеркало и поменьше якайте, поменьше себя нахваливайте, ждите, когда вас кто-то похвалит. Хотя, с другой стороны, понятное дело, вы знаете, лизоблюдов у них в комментариях полным-полно. И, конечно же, вот они пишут, знаете, вот эти вот все глупые вещи, глупые комментарии, написывая, какая же Оля красавица, да тебе худеть не надо, да вам ничего делать не надо, да тебя муж и такую любит. И вот этими, знаете, вот такими комментариями нелепыми, глупыми, слащавыми, да, они просто оказывают Оле медвежью услугу, которая и так себя распустила вот просто какой-то распутехой, да, ну, и сейчас распускает себя еще больше. Знаете, что мне, кстати, да, что мне понравилось? Понравилось мне, когда Олечка все-таки дошла таки до кухни, друзья мои, и решила приготовить оладушки на завтрак. Ну, да, оладушки для себя и для своего любимого, конечно же, мальчика. Говорит, ну, пусть у меня оладушки будут такие слащавые, слащавые. Слово-то какое, Олечка, слащавый может быть у тебя муж, а оладушки могут быть сладкими. И потом говорит, ну, будут такая же вкусняшка, как и я. Вот честно, мне смешно. И спрашивает, да, Сафар? Словно, знаете, ждет подтверждение у Сафара, что он скажет, что она такая прямо сладкая-пресладкая женщина. Ну, в общем, да. Далее, ребят, Сафар, на что я ответил сухо, так да, мне кажется, он даже не слушал, что она говорит. Ну, хочется Олечке услышать комплименты от своего мужа, поэтому приходится ей выпрашивать те самые комплименты. Вот на сладкую женщину она, конечно же, не тянет, но комплимент себе, однако же, выпросила. Вы знаете, пока Оля месила свои оладьи, кто-то ей в комментариях написал, какие тебе, мол, оладушки, тыкву тебе подавай. Ребят, я вас умоляю, Олюшка, ну, очень сильно себя любит, очень о себе высокого мнения, поэтому, конечно же, она считает, что делает все абсолютно правильно. Ну, а особо одаренные обожатели Уралочки продолжают писать Олечка, кушай, кушай и никого не слушай. Еще бы написали Оля, жри на зло хейтерам. Вот это был бы действительно прикол, ребят, на самом деле, как говорится, мозгов нет, считай, коллега, так и здесь. Ну, а далее Олюшка нажарила оладьев и опять говорит, ой, как много, мол, типа не объестся бы, сафар сейчас отнесет соседям. Слушайте, ребят, мне эта история напоминает, помните, ту самую племянницу, внучатого племянника, которые приходили и все постоянно у Уралочки съедали, так и здесь. Так и здесь нажарили тазик оладушков, ну и, конечно же, сафарик пойдет и отнесет. Ну, что-то, знаете, как бы свежо предание, довериться с трудом. У нас, говорит, завтрак ближе к обеду, но тут же сафарик признался, что он уже стрескал несколько вафелек, ну и Олюшка объясняет, говорит, ой, есть нельзя. Вот это, говорит, есть нельзя, вот оладушки, но, говорит, так хочется. Ну, для тех, кто не в курсе, у Олечки, знаете, иногда поесть жирного, калорийного, сладенького, это всегда, это каждый божий день. Вот я с января месяца ее смотрела, ни разу, ребят, не видела, чтобы у нее был какой-нибудь разгрузочный день, чтобы она вообще что-то устраивала, какие-то, не говорю даже про какие-то диеты, а просто какие-то разгрузочные дни. Олечка в своем репертуаре, все как обычно, любим себя, плюем на всех и в жизни ждет меня успех. Ну и, конечно же, ее комментаторы тоже, как всегда, в своем репертуаре написывают о том, какая же они прекрасная семейная пара, как они друг друга любят, как ее обожает муж, буквально носит на руках, ну и кушай, Олечка, кушай, кушай, пока можешь кушать и так далее. Видимо, забыли комментаторы, когда несколько месяцев тому назад, когда Олюшка заикнулась, друзья мои, о том, что она будет продавать свою однушечку и покупать двушечку, тогда они все в унисон кричали, Оля, боже мой, он тебя надурит, не вздумай его прописывать, иначе он тебя бросит, оставит на улице. В общем, это было нечто. Ребят, кстати, напишите мне, пожалуйста, в комментариях, я так понимаю, что наш шумахер до сих пор еще не получил водительские права, я так понимаю, до пенсии будет их получать, и мне интересно, у них были такие планы, купить машину, поменять квартиру с однушки на двушку, я так понимаю, что ничего из этого у них пока еще не сдвинулось с места, все только осталось в планах и в мечтах. Мои хорошие, кто в курсе, напишите об этом, пожалуйста. Ну что ж, вот такой у меня получился обзор, да, спустя несколько месяцев ударили мы с вами волной по Ольге Уралочке, пишите, что думаете по этому поводу, оставляйте свои комментарии. Всех целую, обнимаю, всем желаю всего самого наилучшего, берегите себя, своих родных и близких, здоровья, здоровья, еще раз здоровья. Ну и, конечно же, всем тем, кто подписывается на канал, всем, кто ставит лайки, всем, кто пишет хорошие, адекватные комментарии, всем огромное спасибо, всех целую, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok